Здравствуйте. На прошлом уроке была затронута тема стили слоев. На этот раз поговорим обстоятельнее про данные стили, подробнее рассмотрим, что и как там работает на примерах. Стилями пользуются постоянно, потому что они дают поистине колоссальные возможности воздействия на объект. На следующих простых примерах поглядим на некоторые их возможности и свойства. Из папки с примерами открою два файла, которые называются волейбол и прыжок. Приведу простейший, но эффектный пример. С помощью прямоугольного выделения сделаю область и скопирую ее на новый слой. Ctrl-J. Далее перехожу к стилям слоя. Это можно сделать двойным кликом на синей полосе активного слоя. А можно в нижней части палитры слоев нажать на значок с буквами FX и выбрать то же самое меню. Как вам будет удобнее работать, так и поступайте. Подвину окно, чтобы открыть видимость фотографии, ставлю галочку напротив эффекта тени. Причем можно специально не кликать внутри квадратика. Достаточно просто нажать напротив слова мышкой. Галка поставится автоматически, причем тут же в правой части будут показаны все настройки тени. Получилась рамка. Давайте ее немного доработаем. Режим наложения и непрозрачность оставим без изменений, как есть. Выключу глобальное освещение и поставлю угол в 120 градусов. Смещение тени 20. Размах 5. И размер 30 пунктов. Ок. Вот таким простым способом удалось сделать эффектную вставку в снимок. Еще раз вернусь к стилям слоя и объясню, что такое глобальное освещение. Дело в том, что если галочка глобальное освещение установлена, то источник света для всех эффектов будет один и тот же. И угол будет регулироваться одновременно для всех эффектов. Если же галочка глобального освещения снята, то направление света в каждом отдельном эффекте может быть разным. А сейчас переключаюсь на файл под названием «Волейбол» и проделаю ту же самую операцию, только выделением обведу не одну часть снимка, а несколько. Отдельно выделю и скопирую на другой слой мяч, руки и голову. Выделяю мяч. Ctrl-J копирую на новый слой. Возвращаюсь на фон. То же самое делаю с руками. Ctrl-J. Снова иду на фон. Выделяю голову и часть туловища. Ctrl-J. И эту часть скопировали на новый слой. Переключусь на первый слой, где мы копировали мяч. Захожу в стиле слоя двойным кликом. Постараюсь сместить окошко так, чтобы мяч сам было видно. Вот так. Включаю тень. Выключаю глобальное освещение. 120 градусов. Оставляю как есть. Параметры тени. 13. 0. 5. Добавлю немного объема. Поставлю тиснение. Здесь все настройки остаются практически без изменений. Совсем немного. Увеличу размер. И последнее это внешнее свечение. Градиент свечения ставлю без редактирования. Немного увеличу размах. Размер ставлю в 3 пикселя. Ок. Задали объем мячику. Осталось такие же настройки применить к остальным слоям. Было бы крайне неудобно повторять ввод всех тех же самых значений снова. Об этом позаботились создатели программы. Сделав так, что все эффекты для слоя поддаются копированию. Достаточно навести курсор в значок FX. Правый клик мышкой. И из контекстного меню выбрать скопировать стиль слоя. Переходим к другому слою, которому следует применить те же самые параметры. Правый клик мышкой. Вклеить стиль слоя. Снова переключаюсь на другой слой. Правый клик. Вклеить стиль слоя. Итак, мы можем полностью видеть все примененные эффекты для этих слоев. На самом деле их наличие можно скрыть, ведь не обязательно постоянно видеть, что именно применено к слою. Клик на стрелочке рядом с символом FX. Эффекты слоя минимизирует. Очень хорошо для экономии пространства. При необходимости можно удалить некоторые из эффектов, по отдельности их перетаскивая в корзину на палитре слоев. Вот так. Ctrl-AZ верну. Два удаления. Аналогично можно удалить всю группу эффектов целиком, перетащив в корзину значок FX. Полагаю, что тут никаких затруднений возникнуть не должно, поэтому перехожу к следующему примеру. Стилями слоя очень часто пользуются применительно к тексту. Пожалуй, использование их в этой области встречается чаще всего. Создам новый документ с произвольными настройками. Ctrl-N. Новый документ создать. Ширина высота 800 на 600. Оставлю так, как есть. Ок. Возьму текстовый инструмент, кнопка T и напечатаю любое слово. Photoshop. Выберу для него цвет. Применяю стиль слоя. Двойной клик на синем поле. Отменно перемещу слово чуть-чуть пониже, чтобы оно было целиком видно. Вот так. Конечно же устанавливаю тень. Смещение примерно 10-11. Размах 0, размер 5. Мне кажется, что тень рисковата, поэтому уменьшу ее непрозрачность до 20%. Чтобы создать небольшой объем, воспользуюсь тиснением с минимальными значениями. Стиль тиснения внутренний скос. Метод плавное. Так и остается. И размер поставлю в 2 пикселя. Теперь я хочу наложить на буквы градиент. Перехожу к этому эффекту. Тот, который стоит по умолчанию, мне не нравится, я поставлю свой собственный. Захожу в поле градиента, кликнув один раз левые клавиши мышки. Отредактирую цвета на свой вкус. Темный цвет. Мне понравился вот такой. Введу его цифровое значение. Я уже его подобрал. Окей. Светлый оттенок. Вот такой. Окей. И последний штрих. Для того, чтобы текст четче читался, добавлю обводку. Цвет обводки темный-темный-синий. Положение обводки внутри текста. И размер в 1 пиксель. Окей. Итак, потратив всего лишь несколько минут, из совершенно невзрачной надписи, снимая все эффекты, мы получили вот такой текст. Помимо этого, готов наш собственный стиль, который можно применять к любым другим объектам. Надо сказать, что сохраняя все параметры стиля слоя, текст по-прежнему остается доступен для изменений. Это очень здорово. Можно взять текстовый инструмент, например, уменьшить ему размер. Кликнуть внутри текстового слоя и что-нибудь продолжить писать. Просто продолжаем печатать и в том же слое, к новому тексту, будут применяться сделанные эффекты. Как видите, несмотря на огромный объем настроек и возможностей, разобраться в работе со стилями не так сложно. По крайней мере, если вы захотите сэкономить время и воспользоваться уже готовым стилем, то сможете легко развернуть его по составляющим и тонко подстроить под свой проект. Действительно, в интернете находится огромное количество бесплатных и доступных для скачивания готовых стилей. Да и сам фотошоп по умолчанию имеет некоторый набор таких заготовок. Чтобы посмотреть их, перейдем к меню окно. Здесь выберем стили. Появилась соответствующая палитра. Нажимая в этой палитре иконки, они автоматически будут применять стиль к написанному нами только что тексту. При этом каждый новый стиль полностью замещает предыдущий. Это не все, что есть в фотошопе. Чтобы расширить этот список, в панели наводим курсор на выпадающее меню и во второй половине этого меню выбираем категорию. Например, эффекты для текста 2. Появляется окно с предупреждением. Нажав ОК, мы подгрузим только те стили, которые находились в выбранной категории, а остальные из палитры будут временно удалены. Нажав кнопку Добавить, нужная категория присоединится к палитре, к тем слоям, которые там уже есть. Нажму Добавить. Посмотрю, что мы подгрузили. Выбирая любой стиль, можно смотреть, как изменяются эффекты, содержащиеся внутри него. Конечно же, наличие большого числа стилей немного расслабляет и дает ложное ощущение того, что вы сможете подобрать из вашей библиотеки нужный под любую задачу и сделайте это очень быстро. Тем не менее, как говорится, наличие калькулятора не освобождает нас от необходимости уметь считать в уме. Так и тут, зная, как построен принцип образования стилей, всегда на базе какого-то более-менее подходящего, можно быстро доработать под собственные нужды текст, фото, рамку или веб-кнопку для сайта. В качестве примера у меня сейчас выбран вот такой стиль. Сотру второе слово. Оставлю только Photoshop. Вот так. В принципе, меня, например, все устраивает, кроме цвета. Цвет надо поменять, а в остальном все очень хорошо. Двойной клик на слое. Вызываю меню. Анализирую, каким образом построен этот стиль. Тут присутствует тень, тиснение, наложение цвета, наложение узора и обводка. Заходя в каждый пункт по отдельности, можно проанализировать, каким образом и что было сделано. Как я уже сказал, мне не очень нравится цвет. Перехожу к эффекту наложения цвета. Смотрю его настройки. Хочу, чтобы он вместо зеленого стал вот такого красно-коричневого цвета. Но надпись все равно не такая, как мне хочется. Смотрю, почему. Потому что непрозрачное слое всего лишь 19%. Увеличиваю непрозрачность до тех пор, пока конечный результат мне не понравится. Так, хорошо. Окей. Понятно, да, что взяв за основу нечто подходящее, можно быстро подогнать идеально под себя любой стиль. И последнее, что я бы хотел рассказать на этом уроке, это то, как загружать стиль в фотошоп. После того, как вы найдете нужную библиотеку со стилями в интернете и скачаете себе на компьютер, в фотошопе надо зайти в палитру стилей, нажать на кнопку выпадающего в меню и найти пункт загрузить стили. После чего следует открыть на своем компьютере то место, куда вы положили только что скачанный материал. Я совершенно недавно качал стили камней с текстурами, нахожу их у себя на компьютере. Вот они. Они совершенно не обязательно должны лежать в той же папке, что и в фотошоп. Они могут находиться в любом месте на компьютере. У стилей есть свое собственное специфическое расширение – ASL. Именно по нему можно определить, то вы скачали в интернете или нет. Если все нормально и вы видите нужный файл, кликаем по нему, загрузить. Вот стили, которые добавились у меня в соответствующей панели. Продемонстрирую, как они работают. Создаю новый слой. На этом слое произвольное выделение. Заливаю это выделение – ALT BACKSPACE. Любым цветом. У меня сейчас выбран белый. Осталось применить соответствующий стиль. Кликаю на иконки. CTRL D снял выделение. Без забот и хлопот получаю отличную текстурную плитку. Вот так вот быстро и просто. И на этом я урок заканчиваю. До новых встреч на следующих занятиях. До свидания. Продолжение следует...